здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева благодарю всех кто поддерживает мой канал кто ставит лайки комментарии делает репосты а также кто поддерживает финансовый канал лариса александровна игорь васильевич вам отдельная благодарность тема этого видео кто захватил планету она получилась у меня длинные я его разделю на две части сейчас первая часть а кто захватил нашу планету фильме метро да потопная была станция новокузнецкая девятнадцатом году это еще было я делал этот фильм здесь очень много наивных комментариев или злых комментариев что вы там курите но это понятно да люди не понимают для чего это скрывать если было метро скрывать то ради чего вот пишут а что прошлом такого таинственного что они мне хотят рассказывать ни один блогер толком объяснить не может а что вам может объяснить блогер а блогер то откуда знает блогер такой же человек как и вы и никто ему информацию не дает не не работает огромное количество ученых которые собирают по крупицам ученых историков которые бы собирали по крупицам эту запретную информацию и давали бы блогерам быть вы сами то еще глупые вопросы задаете люди алё или это вы троллите или вы просто действительно такие наивные что вы не понимаете а почему вам никто не сказал да покачано вас сейчас уже вакцинирует и вообще там в барани рог скрутят всего по цифровизации идете те кто маски носят вот они вопросы задают вот и не как хочет автор сказать умолить работу советских метрострофцев а смысл ролика в советской времени ничего не строили ну вранья а нет такого с моим смысле роликов что советское время ничего не не строили советское время очень много чего строили и И никто это никогда не сможет отрицать, то, что было построено и сделано в Великом Советском Союзе. А вот то, что касается конкретно метро, да, метро, вот первые ветки метро, его откапывали и его восстанавливали. Да, там пришлось тоже очень много строить, потому что оно было разрушено. Но оно было. Подземные туннели и ветки метро, они были. Их надо было просто восстанавливать. Но, естественно, говорить об этом нельзя было. Тогда пришлось бы много чего другого рассказывать. А во всем мире – это табу. Это не только у нас табу, это табу во всем мире. Это запрещено об этом говорить. Это совершенно секретно. Вот опять-таки вопрос задают люди. А почему это совершенно секретно? Вот, допустим, пишут, «Сю правду знают единицы на нашей территории, кому позволяют боги, в кавычках, а наша цивилизация, по большому счету, паразиты, не умеющие создавать, а только пользоваться. Сравните бензиновые двигатели, которые…» Ну и так далее. Не буду говорить. И, или вот, «Вчера я вернулась из Москвы, на некоторых станциях висят мемориальные доски, или как их назвать, на которых написано, что станция сооружена в таком-то году. Не построена, не выкопана, а сооружена. Сооружена. Не нужно путать штольни и прокладки для вагонеток с метро. Тогда у нас в Перми тоже было метро, а у главной проходной завода Ленина внутри горы уходили штольни. Сейчас засыпали мы еще в 60-х годах. Ну, пошел там расклад. Или вот, «Агилеровский был слепой, прошел все подземные тропы и не видел. А то, что под дворцами строили еще одни палаты, так это не новость. И о каких конструкторских бюро придумываете? В России школы не было, только цирку». Ну, короче говоря, вот, многие не понимают. Они не понимают, они не верят. То, что была развитая цивилизация, и то, что это было построено раньше. И то, что была ядерная война в XIX веке, по крайней мере, в XIX. Может быть, ядерные удары были не только в XIX веке, но конкретная зачистка большая, она произошла именно в XIX веке. И потом еще локальные удары были. Сейчас уже многие показывают фотографии городов, разрушенных уже и во второй половине XIX века, не только в 1860 год. Но в 1860 год он является переломным, вот по моей версии. Не все эту версию из блогеров поддерживают. Многие эту дату относят к 1840 годам. Я не спорю, там тоже могли быть локальные ядерные удары. Но после этого была еще Крымская война, которую просто так не сотрешь. Ее оставили в истории, эту Крымскую войну. Она происходила в промежуток 1853 по 1856 год. И она описана не только у нас, как Крымская война, но и у англичан, у англосаксов. Для них это тоже была большая трагедия. Они тоже потеряли очень много людей. И они это чтут и помнят. И война 12-го года была. Здесь были французы, потому что остались их потомки. Они дали свою ДНК. Но в то же время, в XIX веке, была большая зачистка. По всей видимости, после Крымской войны. И вот после этой Крымской войны, в 1860 году именно в это время все сходится у меня, по крайней мере. Я привела уже в фильмах своих массу доказательств. Просто массу, не знаю, сотню. То, что это никто дальше меня это не распространяет, я не знаю почему. Вот эти доказательства мои, они как бы тоже тонут. Это тоже один из элементов умалчивания информации. Потому что я же не историк. Я там не ученый, который сидит, и которому дали слово, он может сказать что-то. Поэтому это замалчивается, эта информация. Какая связь между всеми этими многовековыми паразитами? Сейчас еще одно обострение. Ну и что, подумаешь, тоннели не факт, что это метро. Все строения в старину строились запасными выходами. Ну вот не верите, хорошо. Не верьте, пожалуйста. Не верят те люди, которые верят, видимо, СМИ официальным. Для них это более удобно и более безопасно. И они одевают нам, как мы увидели. Это вот было в 19-м году. После этого уже одели все наборки. Вот тут вот сидят такие умные, пишут, вопросы задают. А сами одели и пошли на вакцинацию. Вот и все. И вакцинируйте, что вам там вколит. То, что это проходит эксперимент, то, что там это непроверенная вакцина. Вам же вам плевать. Вы же слушаете СМИ. Ну вот, вы и здесь и пишете. И вы, в общем-то, не верите. Ну и, собственно говоря, и вас никто и не пытается в чем-то переубедить или убедить. И я говорю, для небольшого количества думающих людей. Мой канал для небольшого количества думающих людей. Вот я всех не собираюсь переубеждать и говорить. Но дальше эту тему я продолжаю. Отвечаюсь в этом видео. Конкретно в этом видео будет ответ на вопрос. Кто же захватил планету? Я полагаю, что планету все-таки захватили. Что это не какие-то там атланты, черные маги, которые здесь вот образовались, вот эти вот феодалы какие-то, или в Египте, или черная аристократия, которая вот сама по себе образовалась. Вот я не соглашусь с этим, потому что мои исследования не подтверждают, что здесь пять тысяч лет назад были жрецы какие-то, вот Атлантиды. И вот эта Атлантида, она поэтому погибла. И эти жрецы, они владели тайными знаниями. И они, в общем-то, всех заколдовали и поглотили весь мир. Их потомки, это как раз вот наследники Ватикан, Папы Римские и так далее. То, что Папы Римские, они имеют отношение к захвату планеты, я спорить не буду. А вот насчет пяти тысяч лет и то, что это только здесь, вот обособленно локально на планете Земля произошло, я тоже не буду говорить, потому что я считаю, что это как бы извне. И Земля захвачена не пять тысяч лет, а совсем недавно. По меркам вселенским, ну, где-то, наверное, лет триста. Окончательно где-то лет вот двести, девятнадцатый век, это совсем поставлена точка. Здесь шла борьба, и здесь были силы, которые с ними боролись, с пришельцами. А десант был высажен раньше, ну, может быть, там, лет пятьсот назад. То есть подготовка к захвату планеты, она шла заблаговременно. Все как положено, как в любом военном действии. То есть сначала идет десант, идет, запускается, как вирус такой. Вот он и похож на вирус. Это Земля похожа на клетку на живую, а вот захват планеты похож на вирус. Внедрение его как бы вот внедрили под любым предлогом, скорее всего, под видом обмана, попросили помощи, как обычно это бывает. Потому что здесь жили, по всей видимости, люди все-таки, люди мира. Почему именно так? Где, с какого момента начинаются вот здесь брожения такие непонятные? По моим исследованиям, я, например, делала исследования по фатьяновской культуре, я исследовала все материалы археологов, которые были доступны мне на сегодняшний момент. И текстовые материалы, и видеоматериалы, я рылась конкретно по этому вопросу. И они относят фатьяновскую культуру к пяти тысячам лет назад, вот отсчет от сегодняшнего дня. Ну, не знаю, насколько там пять тысяч лет назад. Эпоха бронзы так называемая. И у меня есть фильм, где они сами говорят, это не я придумываю, это говорят археологи, они сами говорят, что были развитые люди, что украшения этой фатьяновской культуры, золотые украшения, скифские украшения, они такие, которые сегодня даже, ну, считаются просто шедеврами, шедевральные. То есть это развитая была цивилизация. Плюс там были брутальные мужчины и женщины, мужчины брились, мужчина, был парфюм у них, и не то, что там они какие-то. Вот они были, понимаете, они очень похожи на современного уже сегодня, на современного человека, на гигиену современного человека. Об этом говорят археологи, но это надо найти. Это говорится на отдельных лекциях, у которых там может быть 30 всего просмотров. Это вообще ничто. Это зашли туда только те, вот типа меня, которые там интересовались. Может быть, я вообще из блогеров одна, куда залезла, и чтобы послушать этот час и выводить вот эту информацию. Я считаю, что постепенно был план захвата планеты, и он начал работать с разврата элит. Здесь не было капитализма, здесь не было расслоения, классового расслоения. Здесь люди все жили гармонично. Это подтверждает, не только я это подтверждаю, допустим, есть такая фраза у Задорнова, это еще он сказал, я когда не занималась этим вопросом, просто у меня вот осело. Потом я нашла, есть это видео, где он говорит, что до 13 века никаких крепостей вообще не было. Имеется в виду вот крепостей защитных. На Руси не было. Хорошо, можно не верить Задорнову, можно там палить его грязью. Многие это делают с удовольствием. Но хорошо, я вот готовясь к недавней экскурсии по Новоспасскому монастырю, я купила там книги, книги религиозной литературы, официальные религиозные литературы, прошедшие цензуры. Она там продается местом магазине на территории Новоспасского монастыря. И там в одной из книг я читаю, что они очень, кстати, очень умно и очень осторожно подошли к информации, ничего не ставят, скажем так, что да, только так, вот и все. Вот так мы считаем, только так и никак иначе. Там было сказано, что не прослеживается то, что строили крепости или защитные крепости, или защитные рвы до 14 века. Ну, Задорнов сказал до 13 века, а здесь до 14 века. И потом у нас по официальной версии до 16 века у нас Псковья, Новгородская республика, Псковская, Новгородская веча. Еще в Москве было вече, здесь был социализм, здесь была выборность народная. И князья они были, не царьки никакие, они были лучшие люди из народа, выбирались. Нам историю, естественно, прописывают, что это были вот просто вот у них наследственное право, и нам про это говорят. По всей видимости, не было такого, по всей видимости, это было просто выборное, лучшие люди из народа. И люди не готовы были к изощренному коварству, которое пришло извне. Они не готовы были. Они были очень умные, они образованные были, но к коварству они не были готовы. Поэтому и произошло, произошло вот это внедрение в планету Земля. И опять-таки на вопросы, почему никто не помнит, да вот кто-нибудь на каждый роток, здесь тоже есть где-то этот комментарий, на каждый роток не накинешь платок. Сейчас я, может быть, его найду. Вот эти вот злобные, отвратительные сборы информации у автора видоса, кто бы говорил, наверное. Автор, не надо не только в Землю смотреть, иногда глазки, ну и все так далее. Это злоба какая прет. Ну, видимо, один из этих вот. Их изобличают, они поэтому беснуются. Вот они почему так реагируют? Ну, можно спокойно говорить, да, на информацию? А здесь вот именно злоба прет. Это гены вот этих вот захватчиков. Грязные гены. Они злые очень. Они злые, агрессивные. И они, конечно, не любят свет. Они не любят, когда на них проливают этот свет, потому что идет изобличение. А они хотят здесь паразитировать вечно. Здесь очень много. Плохо вы читали Библию. Я, как сказал один близкий мне человек, что я ее не то, что читала, я ее писала. И вот я готова прям так ответить. Не то, что читала, я ее писала. Так, где тут на каждый роток не накинешь платок? Да, это если вот касается вас, людей, которые, ну, обычных людей или вообще там людей, которые в каком-то своем небольшом местечковом круге живут, кто-то про вас там сплетничает, бабушкина соседки на скамейках, то, что там кто-то короткую юбку одел. А то, что касается захвата планеты и паразитирования, это вам никто не скажет. И это будет табу, это будет цензура. И цензура – это очень простая вещь, когда люди вот опять-таки наивные или глупые, я не понимаю, может, это глупость уже, деградация какая-то мозгов. Потому что если вы просто окинете известную вам историю, если вам ценой жизни, скажем, будет приказано вот молчать и ни в коем случае не распространять какую-то информацию, если вы ее будете говорить, или ваши дети там, ну, вас просто уберут из жизни, да, вас просто убьют. И не только вас, но и вашу семью. И люди боятся распространять эту информацию, потому что они боятся не только за себя, за свою жизнь, но и за жизнь своих детей. А ребенок, он может взболтнуть. Тогда что делают взрослые? Они вообще искажают. Если даже ребенок что-то где-то услышал, где-то он какие-то вопросы задает, они ему скажут, ну, сказку расскажут, скажут, нет, это все не так. Ребенок, он верит родителям. А тем более, в 19 веке, если мы посмотрим родителей, как таковых нету. Очень много воспитательных домов, очень много сиротских домов. А где родители-то? И детей воспитывают вот эту вот немчура, которая здесь. Но она не только немчура. Это вот гогенсолерные, альденбургские, лексенбергские. Это не только они. Это и англосаксы, они все друг другу родственники. Это одна уже элитка, они друг с другом женятся. У них межродовые, собственные вот эти вот связи. Они, кстати, не скрещиваются со славянами. Это, опять-таки, не я придумала. Проверяйте. Это написано в книгах. И я уже много раз эту информацию доказывала, показывала и просто вот буквально фотографировала, откуда я беру эту информацию. Они женятся друг на друге. Поэтому у них плохая генетика, поэтому у них там вырожденство, поэтому им приходится иногда брать вот что. Они приходят, они делают генномодифицированные всякие опыты. Там вообще не проблема. Но это, опять-таки, это уже второй пласт. Это исполнители. Эта элитка, она исполнители. А кто у нас наверху? Ну, сегодня, опять-таки, много всяких предположений, кто там наверху. Я все-таки полагаю, что это часть захватчиков, которым надо удержать власть на планете Земля. Поэтому они спешат, они вакцинируют население для того, чтобы его полностью поработить, часть населения убрать, потому что они не справляются с этим количеством. Им нужно оставить ровно столько, сколько они могут достать энергетически и контролировать. И, в общем-то, им это удается, потому что, действительно, люди легко зомбируются и легко они подчиняются этой власти. Они верят. Они такие же остались доверчивые. Они вот голосу правды какому-то не верят. Но, с другой стороны, опять-таки, я не буду ругать этих людей, потому что среди блогеров очень много вбросов и специально сделанных блогеров, которые якобы не СМИ, которые якобы правду доносят, стучат копытами в грудь, что они там единственную правду говорят. И, конечно, они производят информационную диверсию. Поэтому разобраться простому человеку очень сложно. Наверное, у него должен где-то там что-то включиться, что откликается, на что откликается информация. У многих она откликается вот на ту самую ложь блогерскую. Я это тоже видела. Ничего с этим не поделаешь. Ну, наверное, я буду идти своим путем, я буду идти путем своих исследований. Мне никто не указ. Слава Богу, я сама могу мыслить и выбирать информацию. Я владею, ну, в какой-то мере я владею способом развлечения, когда мое, не мое, и когда мне подсовывают. Мне это удается. И я буду продолжать, и еще раз говорю, для думающих людей, для тех, кто находится на моем канале, кто поддерживает его. и кому интересны мои версии, мои исследования. Итак, на чем я становилась? На том, что захват планеты произошел окончательно и в XIX веке была поставлена точка, а вот прилет этих пришельцев, появление на планете Земля, десанта уже основного, это он, по всей видимости, XVII век, и чуть пораньше, где-то века за два, у нас, вот это XV век, вот так ориентировочно, когда они появляются в Византии, когда оттуда бегут, вот София Палеолог, они в XV веке оттуда вынуждены уезжать из Средиземного моря, потому что оно уже захвачено. Здесь уже присутствует вот эта, ну, античеловеческая сущность, она уже здесь ведет активный захват, она уже захватывает Европу, она уже уничтожает население местное, и она создает гибриды уже как бы людей, но на самом деле люди, которые уже несут вот этот ген злобы, коварства, ненависти к коренным, что называется, истотным землянам, истотным родам и к русскому языку, потому что, по всей видимости, здесь язык был вообще именно вселенский, земной, он был именно русский, и сейчас очень многие слова и звуки, они именно по-русски можно расшифровать, но он внесен, его тоже путаницу и чарамуте здесь было внесено, поэтому многие смыслы, они совсем не такие, как нам, как мы их понимаем и к чему привыкли, но сейчас вот очень многие, я в том числе, мы стали разбирать, расшифровывать эти смыслы, и, похоже, нам это удается, похоже, мы нащупали вот эту верную, верную расшифровку, очень многих я это вижу, и я сама, и мне само это удается, опять-таки, у меня много материала по расшифровке слов, а теперь я хочу ответить, в общем-то, наимным вот людям, которые спрашивают, почему никто не говорил, почему никто не сказал, и почему там умолчал, ну, во-первых, говорили, во-первых, сказали, всегда говорят, передают так или иначе, в сказках, инносказательную информацию, и паразиты, у них есть такой договор, они обязаны ее передавать, мы сегодня уже знаем, они обязаны озвучить, они это делают, они это делают, как раз через средства массовой информации, они сначала озвучивают то, что они собираются сделать, и вот вам пример, семилетней давности, уже восьмилетней давности, нашумевшее интервью на канале РЕН-ТВ с Дмитрием Медведевым, 7 декабря 2012 года, как раз 2012 года, 2012 года, когда тут готовили всем апокалипсис, который не случился, но людей конкретно 10 лет накручивали на это, страх нагоняли, это все вот магические, экобалистические, оккультные штучки, MLP и так далее, программирование людей, и вообще это мошеннические схемы, таким образом, игроки, шулеры работают, Марьяна Максимовская, на лице радостная улыбка, есть такое мнение, что как только человек становится президентом, ему несут папки с надписью «совершенно секретно», и вот там все тайны мира, Медведев посмеивается, и что вы знаете, абсолютно все, кивает, продолжает улыбаться, ну вот, например, прилетали ли на Землю инопланетяне, те самые зеленые человечки, Медведев, премьер уже, вот он не президент, он премьер, серьезное выражение лица, понятно, значит, рассказываю вам первый, последний раз, вместе с передачей чемодана, с ядерными кодами, президенту страны приносят специальную папку, на ней написано «совершенно секретно», и она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Марьяна радостно улыбается, одновременно предоставляется доклад, абсолютно закрытые, спецслужбы, которые занимаются контролем пришельцев на территории нашей страны, значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом, после прекращения полномочий, эти папки, соответственно, передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Марьяна опять улыбается, Медведев серьезен, Максимовская, сколько их среди нас, Медведев, сколько их среди нас рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. И далее, в 2005 году такой темы на уровне президента не существует, то есть вот вице-президент, он может об этом сказать, а президенту запрещено об этом говорить. И когда спрашивали у Путина Владимира Владимировича по поводу инопланетян, он это свел в шутку, в общем-то, к алкоголизму, к водке, что это надо вот к этим ребятам обращаться. К этому можно действительно относиться как угодно, как шутки, как не шутки, но считать, что человеческая жизнь это результат эволюции, что вот просто она случайно из двух клеток мутировала в такую уникальную программу человеческого тела как человека, не просто тела, а многомерная система, многоуровневая система, сложнейшая система, как человек, я уже не говорю о других формах жизни, это якобы всё из простых каких-то мутаций это вышло. Конечно, это вот, это и есть чушь собачья. Всё это есть божественное творение, божественный план, который человеку не подвластно. Ни одному человеку это недоступно. Соответственно, есть категория на планете людей или не людей, которые, может быть, выглядят как люди или представляются нам как люди. Если мы их видим, то мы их видим как людей. Трудно сказать, но они существуют здесь среди нас, на нашей планете. Они живут гораздо дольше нас, потому что они планируют на многие поколения то, что одному человеку не подвластно. Если бы они жили просто, имели продолжительность жизни, обычную человеческую, век, то они бы не смогли перехватить это управление. Они бы не смогли вот так вот коварно, планомерно программировать на многие-многие поколения. У них бы просто ресурсов мозговых не хватило. Это говорит о том, что они владеют некими технологиями, которые не владеют биологически живой человек. И даже если это группа самых умных людей, они всё равно этими технологиями не владеют. Это что-то другое. То есть на нашей земле это не нужно, потому что человек живёт в гармонии с миром и с природой. Тогда это логично вместе с любовью. Тогда это логично, это и есть земная прекрасная жизнь. Вот то, что сейчас на земле присутствует, это зло, конкретное зло. Это не творение людей, моё мнение. Да, через людей его продуцируют, через сознание людей, развращая людей. Да, люди в этом участвуют, безусловно. Нас всех заразили вот этими испорченными генами. Они продолжают развращать людей, продолжают ломать ген, а сейчас уже напрямую пытаются в него влезть с помощью вакцинации, менять геном. Человек, об этом говорят уже и врачи, и учёные. То есть просто кричат, что происходит. Да, зло пытается залезть туда. Это не человеческий разум. Но это не значит, что с ним нельзя совладать. Да, это шулер. Они действуют, как шулеры-жулики. Все жулики, все картёжные жулики, это похоже именно на картёжных жуликов, на вот жуликов-игроков, казино. И вот эти цифры они любят, вот это все карты, вот эти каббалистику они любят. Это вот всё, это их следы. И мы теперь уже можем проследить, оглянувшись в прошлое, мы можем проследить их ходы, как они работают. Напёрсточники, картёжники, всякого рода игроки, игроки-шулеры, опять-таки биржи, векселя, это всё игра на бирже, это всё игроки. Это всё игроки-мошенники, которые блефуют, которые именно на блефе вылезли. Не то, что у них технологии, у них технологии обмана, у них единственной технологии технологии обмана. Они сами ничего не производят, они сами не могут ничего создать, они могут только паразитировать, но они влезли в наши мозги, они влезли в сознание человечества и смогли его заколдовать. Вот так бы я сказала. Но у самих у них нету таких сил и ресурсов, какие есть у человека. Человеку надо только расколдоваться. И об этом я поговорю в следующей части. А люди, когда смотрят фильмы или смотрят передачу, они пугаются вот этим вот обещанием и начинают к этому готовиться, тем самым подпитывая этот эгрегор, тем самым соглашаясь с этой эфирой. Зла, типа, что мы принимаем это на себя. Вот что, по всей видимости, происходило. И все войны, насколько я вот сейчас понимаю, все войны, независимо от того, что там любят народы, англосаксы, на славян, на русов сюда нападают, нападают, это не имеет значения. Значение имеет зачистка лишнего населения. И все равно им абсолютно, кто там, венгры там погибают, немцы там погибают, там фашисты, они не фашисты, не важно. Главное, чтобы погибали. Об этом тоже у меня есть фильм, как эта кодировка происходит в песнях. Например, песня «Смело мы в бой пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это». Оказывается, эта песня была написана еще и в Первую мировую войну, а дальше она была написана, она была написана и для белых, и для немцев подобные песни. То есть, там немножко слова переставлены, но самое главное, смысл это «как один умрем». Значит, и там умрут, и здесь умрут, чтобы умирали массово. Мужчины, да, в основном мужчины, он как раз работник, он землю пашет, он трудится, это рабочий класс. Если мужчина молодой, особенно в основном убивают именно молодых мужчин, они погибают, то некому защищать женщин и детей. И что с ними происходит? Ну, женщинами вообще там, понятно, их можно убрать, а детей берут. Детей берут, и опять-таки, что с ними дальше происходит? Ну, там и адренохром, там и органы, там и генетика, и эксперименты, которые прояснились, проявили себя во время Великой Отечественной войны в концлагерях. Извините, это было и раньше. Эти все вещи, они были и раньше, и, в общем-то, как здесь появились вот эти ребята. Опять-таки, никак я не подойду к основной теме. Вот хочу привести пример таким образом, как подавалась информация. Есть такой писатель, писатель-сказочник, писатель Александр Волков, который, мы все знаем сказку, ну, по крайней мере, советские дети точно знают сказку про волшебника из Умрудного города. Очень там много интересных вещей сказано в этой сказке «Волшебник из Умрудного города». Он написал несколько повестей, и одну из книг вот как раз по этой теме, ответ на вопрос, кто же захватил планету. У него есть сказка «Тайна заброшенного замка». Вот сейчас мы разберемся, и, может быть, вам Александр Волков ответит на ваши вопросы, на ваши непонятки. Каким образом можно все забыть? Кто-нибудь бы уже сказал бы уже. А вот таким. Александр Волков в этой книжечке, в общем-то, все ответил. На этом я заканчиваю первую часть этой темы. Вторую часть по теме «Тайна заброшенного замка» мы поговорим во второй части. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мои каналы, оставляйте лайки, комментарии. Для меня это все очень важно и очень помогает моей исследовательской работе. В принципе, мы с вами совместно, получается, делаем общее дело. Субтитры создавал DimaTorzok